Приветствую вас аноним, прочитал ваш вопрос, давайте стараемся его разобрать. Много вы конечно написали, безусловно. И забегая чуть вперед скажу, что обилие деталей не проясняет ситуацию, наоборот ее запутывать, потому что каждую деталь нужно распутывать, ну одну постепенно, либо как-то целостно все брать, да, целостно. То, что вы написали, в принципе их расчет достаточно отражает суть, но именно вот детали, они в принципе не особо добавляют каких-то моментов, не особо убирают наличие или отсутствие деталей этих. Что я могу сказать? Ну, у вас есть возможность спасти отношения, если прямо сейчас вы начнете работать над собой, если вы прямо сейчас начнете гармонизировать отношения с молодым человеком, если прямо сейчас вы и молодой человек обратитесь на консультацию к психологу и, соответственно, на консультацию непосредственно в беседе, разберете то, что вас волнует. Я знаю, я говорю немного банально, но как бы это будет самый лучший обнимательный. А вообще самый обнимательный вариант. Ничего не фатально, мне кажется, у вас есть все шансы быть парой, но для этого требуется работать. Вот так вот просто ответить вам на вопросы и все, но это ничего не расчислились все, к сожалению. Это первое. Следующее. Значит, если мы будем сейчас как-то разбираться все ваши ситуации, да, то начать нужно обязательно с того, что вы свои отношения начали по переписке. Вот, причем ваш друг есть по переписке, мужчина вот по переписке появился, да, и так далее. То есть все это вот в какой-то степени, ну, по переписке, все это в какой-то степени виртуально. И, на мой взгляд, действительно есть причина, по которым вы все свои отношения начинаете, ну, вот как я понял, да, и дружбу, и романтические отношения вы начали по переписке. Есть какие-то основания для этого? Как правило, это страх, как правило, это стыдливость, как правило, это некая замкнутая, закрытая. Ну, есть еще, конечно, ряд моментов, но в основном это вот такие аспекты. Следующее, на что важно обратить внимание. Общение по переписке всегда предполагает некую идеализацию. То есть если общаетесь по переписке, то идеализируйте человек. И я уверен, что вы идеализировали своего мужчину, тем более, что он у вас первый, вот. Я уверен, что вы его идеализировали, и я уверен, что он вас идеализировал тоже, потому что вы общались с ним, ну, вот, как бы по интернету, и я не думаю, что у него не получилось вас не идеализировать, вот. Что такое идеализация? Идеализация – это принос своих, значит, ну, своих потребностей, да, вот, на человека. Вот, на мужчину, на мужчину в данном случае. Вот. Это идеализация. Вы идеализируете, ну, вы идеализируете мужчину, это совершенно точно. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это проблематика, довольно серьезная проблематика, то, что вы его идеализировали. Другой вопрос, что именно вы идеализировали, что именно вы хотели, что именно вы хотели, что именно вам хотелось? Идеализация. Да. Ну, идеализация здесь – это, вот, в данном случае, это все-таки некоторые ожидания. Я бы даже сказал, что это, вот, определенные ожидания, которые у вас были по отношению к молодому человеку. Вот, при том, что не особо, на мой взгляд, вас волновало то, что это может быть неправда. То есть, что, ну, вот, что ваши ожидания могут быть неверными. Вот. И, соответственно, сразу, когда молодой человек к вам приехал, началась полоса разочарования. Вот. Это такой момент. Итак, значит, вы пишите. Сейчас я в отношениях с человеком, с которыми я познакомился в интернете. Достаточно быстро полюбили друг друга, летали друг к другу. Все было хорошо, я была уверена, что люблю этого человека. Спустя полгода начали отношения, парень переехал в мой город. Живем пока во втором доме моих родителей, также полгода. Так как в день я переехал, мне случилось забраться, и было много других растягивающих моментов. Ну, во-первых, не очень понятно, что вы имеете ввиду. Вот, говоря про растягивающие моменты. Если я правильно вас понял, то вы хотите, вы хотели этим сказать, что было много моментов, которые омрачили его переезд к вам. Наверное, вы хотели сказать это. Вот, я, конечно, не знаю, может быть, вы хотели сказать что-то другое. Ну, вот, пока что ситуация выглядит, ну, вот, в такой вот, в таком, ну, в таком ключе. Да? Вот. Дальше идем. Следующий, значит, момент. Сейчас мы находимся на критической заграни расхода, так как я не управляю по отношению к мультиплее работе или венежности, медиа управляет жизнь. А ныне, вот, вы понимаете, какая штука? А вот, с одной стороны, вроде бы, я понимаю то, что вы говорите с одной стороны. С одной стороны, я, вроде бы, понимаю смысл того, что вы говорите. Но, с другой стороны, простите, все, значит, мужчину отправляют то, что вы не проявляете к нему, там, тепло, ласки, любви. Это, видите, перенос ответственности, потому что вы не обязаны проявлять тепло, заботу и ласку, либо отношению к нему. Вы можете это делать, но не обязаны. Томатика, штука, это очень важно. Если мы отравляемся на жизнь, если это отравляем жизнь, это уже напоминает больше созависимость. Ну, вот, попробую созависимость, можете почитать в интернете, что такое созависимость. Плюс, в интимной сфере все тоже крайне плохо, он у меня первый, так как у меня здесь были какие-то проблемы в плане адекватности восприятия этой схемы болезненной, но мы уже начали отношения, все было нормально в плане восприятия. Так, смотрите, значит, ну, во-первых, необходимо разграничить ответственность, значит, между тем, что вы проявляете, и тем, что это отравляет человеку жизнь, потому что, извините, не может взрослому человеку отправлять жизнь, то, что, там, его девушка не проявляет, ну, каких-то знаков внимания. То есть, безусловно, безусловно, это неприятно, безусловно, это, ну, лучше бы, если бы этого не было, это правда, но, как я уже сказал, это необходимо отграничить, потому что вы чувствуете вину свою. Вот, и в целом, чувство вины выдает некую вашу такую вот склонность к тому, чтобы не доверять себе, вы себе не доверяете. Дальше, по поводу восприятия темы секса, темы интима, значит, вот вы говорите, у меня в детстве какие-то проблемы в плане адекватного восприятия этой темы, ну, нужно поработать с этим, потому что, что здесь именно болезненно, что здесь именно для вас неадекватно, нужно это поисследованию, потому что, ну, совершенно очевидно, что если у вас катастрофика, то, ну, нормально реализовывать себя в этой сфере вы не сможете. Вот, что касается боли, то это, вероятно, отсутствие, отсутствие возбуждения, вот, очень часто бывает все про отсутствие возбуждения, ну, скажешь, боль. Либо, что ныне, вероятно, но, вероятно, это просто сексуально несовместимые, или проблемы с сексуальной совместностью. Ничего тоже страшного, вполне все это можно компенсировать, ну, альтернативными видами секса не проблема завершаем. Вот, все зависит от гибкости и от широтых скиланов в данном случае. Дальше. Нередко чувствую боль, психическую, оттуда идет боль моральной, так как ощущение, что я мучаюсь, так как понимаю, что у него другие проблемы с мужчиной, но при этом в стране снова избегать секса. Я не очень понял, честно говоря, что вы имеете в виду, то есть, у вас физическая боль, он неприятный, понятно. Откуда боль моральная, что вы мучаетесь, чем вы мучаетесь? Если вы понимаете, что он мужчина, и всем это нужно, то вы, по идее, добровольно на это идете, то, что вы любите. В чем, в чем мучение? Ну и считаете, что это несправедливо по отношению к вам, то, что вы испытываете боль. Согласны, несправедливо. Но, кстати, мне нужно что-то делать. То есть, ситуацию можно изменить, а не просто вот мучиться и все, потому что уже полгода или сколько времени, ну, сегодня не первый день, когда вы переживаете такой момент, вот. Дальше. На объятия поцелуи тоже стало реагировать не очень, так видимо, внутри думаю, что за это что-то последует, я этого не хочу. Ну, вот, понимаете, здесь, мне кажется, мне кажется, есть ваш страх. Я, конечно, не знаю, я могу предположить только, что в данном случае не запрещают себе, именно запрещают себе сексуальность. Именно запрещают себе быть сексуальной, быть раскрепощенной и так далее. Вот. Ну, это может быть страх, это может быть стыд, это может быть что-то еще. Вот. А при этом вы достаточно рациональный человек, то есть, ну, достаточно много рационализируете. Вот. Это тоже не может вам идти на пользу. То есть, ну, вот такие. А женщина, она, она больше живет чувствами, лучше пытается все анализировать. Вот. Кстати, это причина-причина того, что вы вот написали так достаточно много. Вы думаете, что количество фактов, да, оно вот как-то поможет вам прийти к, ну, к такому правдивому решению. Нет, не поможет. Открою вам секрет. Дело здесь не в фактах совершенно. Вот, совершенно не в фактах дела. Дальше, значит, парень видит мои реакции, понимает, что это сильно обижает его, ровно же ты еще раз скажешь об этом. Ну, смотрите, опять же. Опять же. Здесь вы говорите о созависимости. Почему? Потому что, ну, зрелый, уверенный в себе человек, мужчина, он не будет обижаться на это. А он понимает, что, как бы, проблема не в нем. Вот, вообще, наше видно, да, что проблема не в нем. Проблема, проблема в,е, ситуация, вот. Не в нем проблема. А он на это реагирует вот так. И как бы это тоже момент, потому что как бы вы находитесь в зависимости, в симбиозе, в слиянии, это мешает. Люди в слиянии не могут быть свободными, не могут чувствовать себя свободными. Потому и вы не можете себя чувствовать свободными. Потому и, может быть, и того же секса не хотите, потому что знаете, что если вы, допустим, откажетесь, вдруг откажетесь от него или что-то еще, то молодого человека это обидит. И вы не можете заниматься им спокойно, легко, потому что ловаться как раз как испытание. Но если молодого человека вы переделать им в силах, объективно, по крайней мере, что-то ему объяснить, то своим поведением, в своих позициях, в своих отношениях вы вполне себе можете до него донести, что то, что он делает, это не то, чтобы лишено всякого смысла, а это просто перекладывание ответственности на вас. То есть по факту он с больной головы на здоровье. Вот. Ибо никак, никак не задевает, не может его задевать то, что вы, там, отказываетесь от секса. Да, это может оставлять его неудовлетворенным, безусловно, но альтернативные виды секса, как говорится, в помощь. Вот. Ага. Задевать никак. То есть тут, понимаете, да, тут элемент такой, вот, зависит. Дальше. Во время отсутствия с форами, в польске-то теплые слова, у меня даже приходят обнять под слова, с моей стороны все глухо. Почему глухо? То есть вот вы говорите, что я не проявляю по отношению к нему тепла. Но вы не объясняете почему. Вы не говорите почему. Дальше, на счет, я, в основном, только когда, перед его ходим на работу, когда возьмемся спать, я сам этого хочу, хотя, типа, целый, серый, чеснок, не больше. А, это понятно, из-за чего перестал. Вот. То есть да, вы, дальше все раскрываете, но, вот, как бы, сейчас очень важно обратить внимание. Дальше. Дальше. Мы постоянно ругаемся и оба живем в стрессе с этим месяцем. Ну, во-первых, нет никаких мы, есть я. Когда вы говорите мы, вы снимаете себя лично ответственность за то, что происходит. Это очень важно. Вот. Никаких мы нет, есть только я. Вы ругаетесь. Вы. Вы живете в стрессе. С этим вам и нужно разбираться. Изучите, во-первых, психологическую игру «Скандал». Так и напишите психологическая игра «Скандал». Вот. Изучите ее, вы увидите, что люди ссорятся, когда, первое, боятся эмоционально-физической близости. Про вас боитесь физической близости. Вот. Разряжаются, в том числе, сексуальные. Опять же, про вас. Вы не можете получить сексуальное удовольствие. Вот. И, в общем-то, в третьих это не умение общаться, коммуницировать. То есть, отсутствие бесконфликтных способов коммуникации. Вот. В частности, например, я сообщение. Вы можете тоже так же изучить вот в интернете. Вот. И, как-то вот начать применять. Саша, я пытаюсь понять, в чем дело, почему я так изменился в первое время отношения, чтобы было совсем иначе. И, вместо того, дальше, чтобы, как бы, рассказать, что вы понимаете, что вы отслеживаете, вы пишите, но еще есть такой момент, что я не ощущаю душевности между нами. Это уже совсем по-другому. Если вы не ощущаете душевности между вами, это к вопросу про то, как вы выстраиваете отношения с этим конкретным мужчиной, что между вами и этим конкретным мужчиной есть общего. Да. Душевность, тем душевности может быть. Вы не ощущаете. Даже не может быть, а совершенно точно. Вы ее не ощущаете. Я вас в этом понимал. Но, смотрите. Была ли раньше душевность или нет? Если была, то изменилась, то она пропала. Для чего душевность вам? В этот момент частично раскрывается. Я не могу с ним о чем-то поговорить, потому что ответ либо тишина, либо односложный ответ. Здесь возникает такой момент. Для чего вы хотите с молодым человеком своим поговорить? Зачем вы с ним разговариваете? Если вы с ним чем-то делитесь, это один момент. Если у вас какие-то проблемы, другой момент. Это деликатный нюанс, поэтому я прошу вас проявить внимание. Когда вы с человеком просто с чем-то делитесь, особо не важно какую реакцию он проявит. Ну, просто потому что вы делитесь с человеком чем-то. И, в общем-то, вам все равно, как он на это отреагирует. Позитивно, негативно. Главное, что вы поделились. Это первое. Если вы действительно хотите поделиться. Второе. Когда вы что-то рассказываете, вы надеете получить обратную связь. А мужчина этой обратной связи вам не дает. Тут ситуация крайне деликатная и непростая. Дело в том, что, с одной стороны, мужчина не обязан давать вам обратную связь на те проблемные моменты, которые вы говорите. Это звучит жестоко, конечно. Это звучит, вообще, на первый взгляд, чудовищно. Мол, как-то так. Это же самый близкий человек. И я вас понимаю. И я с вами согласен. Но, вот, объективно, ну, не обязан партнер давать обратную связь. Это его право, но не обязанность. Кто-то может, кто-то хочет, кто-то не может, кто-то не хочет. Тогда кто-то не может и не хочет. И такое право нужно оставлять за своим партнером. Если вы, как говорите, своего партнера любите, то вы принимаете его таким вот. И принимаете его право не поддерживать вас. Уже вам решать, приемлемы ли для вас такие отношения, когда партнер вас не поддерживает, неприемлемы ли. Это уже вам решать. Но переживать негативные чувства по поводу того, что вас не поддержали, это, отначально, перекладывать свои проблемы, свою ответственность на, опять же, другого человека. Потому что ваш партнер, это не психолог, не психотерапевт. Он не обязан выслучивать ваши проблемы. Он может, но не обязан. Это то, что вам необходимо понять. Если вы не принимаете его таким, то, как минимум, это ставит вопрос о любви. То есть, ну, вот, насколько вы человека любите. Дальше. Он считает меня злопамятным. Ну, вы вот, знаете, вы с тем и над тем перескакиваете, если честно. Потому что, вот, односложные ответы. Как вас это задевает, вы не говорите? Он считает меня злопамятным. Тут. Ну, хорошо. Считай, ты считай. И что? Он знал. На что шел? Он знал. Ну, какая вы, разве нет? Возможно, это так, но я пытаюсь анализировать все ситуации с обеих сторон. У вас не получится на нем это сделать, потому что человек по природе своей субъективен. Вы находитесь в определенной ситуации, вы не видите ее со стороны, вы видите ее только изнутри. Вам желательно четко осознать свои возможности и не стараться прыгнуть выше головы. Анализировать в отношениях лучшее, что вы можете сделать. Даже ссора и то лучше, чем попытка анализировать. В течение этого времени у него было несколько вспышек злобной ревности к моему лучшему другу, с которым дружим уже восемь лет и тоже живем в разных городах. Но именно симпатия друг другу не было никогда и он сам по себе общительный человек. Ну, забегаясь вперед, вы говорите про свою ревность тоже и, соответственно, про взаимную. Ревность – это очень сложное проявление различных проблем у человека. Таких как страх одиночества, низкая самооценка, желание что-то доказать, акцентированное отношение к сексу и восприятие человека как определенная вещь. То есть это вот такое, я бы сказал, вечное восприятие человеческой ценности. Когда, по сути, ревность просто говорит, что нет, ты должна быть, грубо говоря, ты должна быть только моей, да, или ты должен быть только моим. Ну, вот, это, конечно, ну, выглядит крайне странно. Вот, ну, в реалиях взрослых людей, потому что, ну, зрелый, зрелый человек понимает, что, ну, нельзя быть чьим-то, да, потому что, ну, никакой принадлежности, ну, по факту не существует, вот. Ну, объективно, вот. Человек это не вещь, чтобы, ну, чтобы быть, чтобы принадлежать, там, ну, кому-то, да, в том числе мужчина вам или вы, ну, или вы мужчина, вот. А здесь такого, когда-таки, нет и, соответственно, возникает элемент стрельности, вот. Так что, я, к сожалению, могу констатировать, что, ну, вот, не совсем вы зрелый. Вот, ну, поскольку к психологу обращаетесь вы, то я могу только надеяться на то, что вы со своей ревностью, вот, будете что-то делать. Ну, то есть я вот надеюсь, что вы сами, понимая деструктивность своей ревности, ну, найдете в себе силы что-то, 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 вот, изменить, ну, в себе, значит, работа. Так, а, значит, как я не объясняла своему парню все это на отношения, у него негативно, как он сказал, чтобы я шла на своим, имя своего друга. Вот, обратите внимание, обратите внимание на нем, что вы довольно скрытный человек, то есть вы не называете имен, да, живым и вымышленных имен вы не называете. Вот, и, как бы, эта задача говорит о чем? О том, что вы стыдитесь, что вы стыдитесь, что вы, вот, боитесь, ну, откровенно боитесь, там, какого-то, не знаю, вреда, да, боитесь, что вам бред причинят, может быть, может, ну, может быть, я не знаю, конечно. Вот, ну, в любом случае, в любом случае, как бы, что мы можем вам сделать, да, какой вред мы можем вам причинить это, на мой взгляд, большой, конечно, вопрос, но вот то, что вы склонны открывать, какие-то, вот, свои вещи, это совершенно однозначно, и, на мой взгляд, ну, вот, нужно вам в этом направлении тоже обязательно, ну, посмотреть, изучить, вот, изучить ситуацию, потому что, ну, на мой взгляд, это очень мешает вам в том числе. Дальше. А, потому что ему не нравилось, что тот был разным словом и научил, поздравил с днем рождения, и что за ним, при работе в начале детства много всего было, это ощущение свободы, тоже стало зависеть, как я это делаю, что-то, так как я делаю что-то без него. Встречу, вдруг, вообще, на ощупь, не знаю, насколько она теперь реальна и всем чревата, потому что обе подобные встречи через год заканчивались скандалами и подозрениями в измене. Здесь вы, по сути, демонстрируете свою неуверенность в себе. Вот, к сожалению, здесь вы демонстрируете, по сути, демонстрируете, по сути, демонстрируете, который, по сути, делал, ну, вот, как раз-таки, созависимость, о которой я говорил. Кроме того, человеку что-либо объясняет вообще бесполезно, человек ревнует, это не рациональная история какая-то, эта история больше все-таки связана с чувствами человека, с его эмоциями, с его переживаниями, с его восприятием, с себя, но ни в коем случае не с рациональным моментом. Вот, поэтому объясняем что-либо здесь совершенно бесполезно. Вот. То, что вы делаете, но вы, по факту, вредитесь самим себе. Вот. То, что вы подаетесь, подаетесь на его, значит, ну, на его, как бы это сказать, провокации, да, на его провокации, это тоже достаточно негативный момент, потому что, ну, он не успокоится, если вы будете, ну, делать, как он говорит, наоборот, только лишь это добавит ему ощущение, что он, ну, что он действует совершенно правильно, это добавит ощущение, что он действует совершенно уверенно и еще больше уверится в том, что должен вас ограничивать, вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, вы сами себе здесь, ну, вредите, вот. К, ну, к моему большому со-сожалению, я предпочитаю вам просто это сказать, ну, сейчас, да, вот. Чем потом вы будете это постигать достаточно, наверное, в таком вот негативном ключе. Так, значит, хотя я тоже ревнивый человек, но часто выражаю это, хотя такой грех есть. Это не грех, это в общем и целом определенное состояние характера, определенная черта характера, вот, безусловно, неприятная черта характера, чего лучше закрывать, вот, хорошего в этом. Но, что можно найти, вот, но, тем не менее, это вы и, на мой взгляд, не нужно себя обесценивать за то, что вы что-то чувствуете или, там, за то, что вы переживаете, что-то, вот, достаточно будет, если вы будете с этим просто работать, чтобы будет достаточно более чем, ну, более чем. Дальше. Каких-то свиданий у нас не было, хотя я не знаю, что это такое, может ошибаться. Давайте рассмотрим, что это свидание, для чего они вам. Конфликт возник, когда я рождал в больнице с удовольствием обратно записал длинное голосовое сообщение, как этот парень ко мне каждый день приходил. Сюда же пришлось удалить старые препятствия с людьми, одного из которых я до этих отношений не любил, и на этом, грубо говоря, настаивал парень под видом, что мне важнее. Ну, если вы сразу выдались на провокацию, сразу позволили наручить свою личную границу, вот, с ними я тоже считаю вам необходимо работать, потому что, ну, на мой взгляд, очевидно, что с этим у вас есть достаточно большие, как мне представляется, трудности. Вот, трудности именно вот с тем, что вы не соблюдаете личных границ между, ну, допустим, между собой, да, и парнем. Ну, из-за чего, собственно, можете страдать. Дальше. Просто так, что ты им подарил только после очередного конфликта несколько месяцев. Наредко, когда цветы я провел в качестве примера знака внимания и ухаживания, а не смысла, что мне цветы необходимы. Просто заметила, что у других это или происходит, хотя бы в начале, оно как-то быстро перечисло в быть, скажем так. Ну, на нем, здесь я бы сказал, знаете, вот, что бросается немножко в глаза. Здесь бросается в глаза такой, такой момент, бросается здесь в глаза. Бросается в глаза ваша нереализованность, как будто вот глобально, вообще по жизни. Я, конечно, не знаю, как объяснить, а? Может быть, я не прав, и, возможно, я не прав. Вероятно, я не прав, скорее всего, я не прав. Но есть у меня представление, что крайний вид нереализованность в жизни. Присколько много, венем хаэт, ахоуу, вон, вон и мать. Вон и мать. А вон и мусина, вася зим. Ввеска много, вася зим. А, вон и мать. Вон и мать, плюките лицу. И, вон и мае. Вон и мусина, вася зим. Если вы испытываете проблемы и трудности с реализацией себя, если вы не реализованы, если у вас есть трудности с реализацией себя, то нужно срочно это реализовать. Потому что проблема заключается в том числе в этом, вы не реализованы. Вот. Сладывается такое ощущение, слишком много значения вы уделяете свиданиям, знакомым вниманиям, чем-то еще. Знаете, какая штука? Это, повторюсь, проблема. Дальше. Была злость и у меня на почву этого быта, что он не может за собой убрать во время отсутствия работы, если из домашних дел почти ничего не делают. Но я постараюсь приглашать эту злобу, опыта ведь у меня не было подобного. Я поняла, что сейчас он работает до ночи и не стоит из-за этого устраивать ссоры. Легче промолчать и отменять сверхсил, мне требуется помнить за ним что-то и т.д. Смотрите, на первый взгляд вроде бы все хорошо. Но я только на первый взгляд. Проблема заключается в том, по факту, по сути, проблемы заключается в том, что вы злитесь. Если вы злитесь, значит имеет место быть ваша неудовлетворенность чем-то. Если вы сами чем-то неудовлетворены, то злость очень важно выражать. Очень важно выражать адекватно свою злость. Вот. Не агрессивно, конечно, но адекватно. То есть, что такое адекватное? Это значит без того, чтобы, грубо говоря, нанести пользу, нанести вред, простите, нанести вред вашему вот партнеру. Вот. Если вы злитесь, вы, скорее всего, что-то чувствуете. Если вы что-то чувствуете, то это нужно уметь выражать. То, что вы чувствуете. Вот. По факту. Если вы этого не делаете, то, вот, собственно, трудности и проблемы дают от себя знать. То есть вы подавляете свои чувства здесь. В плане интима, без сцены, так и не получаете того, что в нынешней вообще в этом все печально. Сродная мумер, я предполагаю, что связано с общей атмосферой и с людьми в отношениях. Ну, я, как бы, свое мнение сказал на этот счет. Вот. Я не думаю, что это прям такие уж вот связаны с анмосферой. Я думаю, что это все просто-напросто все в одну калитку. Вот. Все это просто в одну калитку идет, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. И все. То есть я не думаю, я не думаю, что это прямо вот из-за того, что у вас, ну, вот, какая-то атмосфера не такая, да? Вот. Я думаю, что все-таки, ну, проблема, она более, ну, одновременно, что называется, более глобально и одновременно, что называется, более серьезно. Вот. Дальше. Он говорит, что это из-за того, что я предлагаю, что из-за того, что я предлагаю пойти в кино в голове погулять. Для него это банально, бессмысленно, ему интереснее, активный отдых. Хотя, знаете, что мне поход в кино принес радость его фраза. Вот если вы уже откровенно просто до какого-то конфликта там доходится. Вот. Я спрашиваю, почему тогда он не предлагает что-то свое, так и так себя пытается создать какие-то новые эмоции, интересные для нас. Ну, я думаю, что основная ошибка ваша заключается в том, что эмоции изначально именно, именно что для вас. То есть они не ваши, они для вас. Это разные вещи. Эмоции, интеллект, они в первую очередь ваши. И уже потом, уже потом все это. Сперва они ваши. Понимаете? Какая штука. У вас же ситуация. Наоборот. Сперва эмоции ваши, и потом они все это. Ну, то есть я не буду, сперва ваши общие, потом уже ваши. Вот. В этом, ну, в общем-то, на мой взгляд, одна из основных вообще трудностей. Ваших. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. Потому что, ну, потому что, вот то, что вы делаете, да, вот, вот, ну, именно, вот, то, что вы делаете. Вы делаете для кого-то, но не для себя. А интересы, ну, свои интересы продвигать нужно, нужно для себя это делать. Вот. Дальше. Ага. На это он не отвечает. Ну, ведь для меня странно, что если знаешь, что кино, к примеру, мне принят радость, почему-то, да, он за все это время неразо ничего подобного за мне не предложил. Желаю как-то обрадовать меня. Ну, вот здесь вы, вместо того, чтобы думать, почему человек не хочет вас радовать, вам бы здесь гораздо умеетнее было бы задаться вопросом, а как я сама себя радую? Вот именно я, именно сама, именно себя радую. То есть, почему, почему и насколько я зависимо от того, что меня радует человек. В этом может быть определенная сложность, ваша сложность в том числе. Опять же, молодому человеку не хочется вас радовать по какой-то причине. Понимаете? По какой причине, да, это, конечно, вопрос. Но ему не хочется вас радовать. Дальше. В общем, есть много разных моментов. Прошу прощения за длинный рассказ. Так, ну, детали здесь поток, поскольку. Сейчас, имеем то, что мне сложно просто пройти по словам, не говоря уже об истине, а у него нет интереса к каким-то моим рассказам и прочему такому общению. Ну, это вопрос просто про то, что между вами общего. Я понимаю, что человеку неплохой, в момент ссор хочется обнять, пройти к какому-то миру, убрать от холодный динамент, а при этом не понимая, здесь уже точка возврата, и нужно расходиться или есть. Чан, что ты строишь. А, хотя теперь и свое отношение к нему я не понимаю. Ну, нужно разобраться. Мы с одной стороны все управляем тепло. Нет, что от меня лишь холод. Мне кажется, что у моего холода должны быть свои причины. Да, должны, с ними нужно поработать. Еще как-то задело, когда в день выпуска папа привел меня домой. Мой парень дальше ничего не приготовил из еды. Холодильник был пустой. Я тогда еще плохо-плохо двигался. Понимается, видимо, это злопаводство, что как-то вредилось в память. Да ибо папу это удивило негативным ключом. Ну, то, что вы сейчас описываете, это по сути, с одной стороны, это попытка рационализировать то, что вы ощущали. С другой стороны, это вот очень-очень похоже на, знаете, такую, типа, как вот компенсацию, да, то есть я вовремя свои эмоции, свои чувства вовремя я не проявила. Ну, соответственно, теперь, значит, я вот пытаюсь объяснить себе, да, почему там, грубо говоря, я этого не сделал. То есть так это, в принципе, работает, да. Мне думается, что вы немножко не туда. Если вы, допустим, ну, считаете, что молодой человек вот должен, должен был приготовить что-то из еды. Ну, вам надо было так сказать. Дорогой меня расстроил, что холодильник, холодильник, как бы пустой и, в принципе, всё. Как бы это вполне нормально, это логично. В этом, ну, ничего такого нет. Вот. Но вы этого не сказали. Вы этого не сказали. Ну, а теперь вы продвигаете те эмоции, которые не прожили. То есть необходимо адекватно и конструктивно проживать и проговаривать свои чувства. Свои чувства, что они не оставляли каких-то таких вот тлеющих моментов, когда вы вроде бы уже и забыли, в то же время не забыли ничего. Ну, собственно, собственно, злоба, злоба, в том числе, происходит вот как раз из-за того, что люди не проживают свои чувства до конца, вот, и, соответственно, ну, а как, да, вот, в данном случае. Плюс ещё папа, я так вот думаю, что, э, ну, ваш отец, да, он тоже вот, ну, как сказать, ну, влияние какое-то на вас смеет, я так думаю, и вы волей-неволей повторяете его позицию, его точку зрения относительно молодого человека, то есть вопрос в том, насколько ваши ожидания оправданы здесь были, то есть мог ли молодой человек реально озаботиться едой или нет, потому что вполне вероятно, что ждали вы это от кого-то другого, не от вашего молодого человека, от никакого идеального мужчины, который, ну, который в принципе, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, его может и не быть, ну, просто, как бы, объективно его может проще не быть, вот, понимаете, да, о чем я говорю. Дальше, дротские обиды, какие-то винили себя за наличие таких черт, но здесь все это важно просто, вы сперва свои ощущения зажимаете, ну, вначале вот вы себя зажимаете, а потом, после того, как вы себя зажимаете, ну, просто после того, как вы себя зажимаете, то вы потом себя зажимаете за какие-то чувства, вот, хотя, ну, на самом деле все с вашими чувствами в порядке, если бы вы их вовремя распространяли бы, то все было бы более чем адекватно, в том числе для вас. Чувство вины возникает всегда, когда возникает какое-то, вот, отрицание. Отрицание от себя, от себя, отрицание от того, что я чувствую, ну, не я конкретно, а человек, вот, и, соответственно, из-за этого возникают разные проблемы. Кстати говоря, чувство вины хорошо помогает, как бы, компенсировать отсутствие для себя, доверяя себе, вот, потому что, когда себя винишь, ну, как-то лучше понимаешь, что вообще не так, что правильно, что неправильно, то вот у вас по сути дела есть. Ну, на мой взгляд, у вас есть достаточно серьезное основание для того, чтобы себя винить, вот. Ну, а то, что это мешает вам в отношениях, что это создает проплатилки для управления себя, для управления своих чувств, своих эмоций, ну, в данном случае, у вас это, конечно же, не интересует. Вам проще отрицать в себе какие-то качества, хотя они у вас есть, и винить себя за это, но все равно их проявлять. А если им пристоприцать их, позволить им быть и что-то делать для того, чтобы они меньше влияли на вашу жизнь. Вот. Дальше. Обида. Обида – это ожидание. Обида – это взятая из родительской семьи модель получения того, что вы хотите, то есть вызвать чувство вины у другого. Ага. Да и связи среди с постоянными форумами, я за него уже, видимо, как истеричка пытаюсь что-то прояснить. Ну, правильно. Вы пытаетесь за свою неуверенность и тревожное, что заменить тем, что расскажет молодой человек. Молодой человек вам сказать не может ничего, потому что он не может дать вам той определенности, которую вы от него хотите, потому что, ну, за свою определенность ответственны только, собственно говоря, вы и больше никто. Вот. Ну, и вы пытаетесь получить от него, как раз, как раз таких, вы пытаетесь получить от него это самое определенное, что у вас не получается, а не получается. Вот. А постоянные выяснения и выяснения, конечно, раздражают, особенно мужчины, потому что мужчины, ну, не любят постоянных выяснений отношений. Вот. Так что, с одной стороны я понимаю вас, ну, с другой стороны я понимаю, так же и молодого человека вашего. Дальше. Так, очень сложно разобраться, к специалисту пока попасть тоже не могу, поэтому решил написать сюда, подсказать, пожалуйста, как быть такой остался, но как все это фатально. Сказал, насколько, а вот как быть, ну, как быть, чтобы что? Аноним, чего хотите получить, что хотите себя изменить. В зависимости от цели уже можно будет что-то вам рекомендовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok